Только за прошедшие выходные на дорогах республики произошло более 40 дорожно-транспортных происшествий и, к сожалению, без жертв не обошлось. Продолжит Виталий Абрамов. Первый несчастный случай произошел в конце рабочей недели в Якутске, возле дома номер 15 по улице Дзержинского. Водитель УАЗа Патриот при въезде во двор наехал на 88-летнюю бабушку, которая шла по линии тротуара. В результате данного происшествия пешеход спустя час после наезда скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание. В настоящее время материалы переданы в следственные органы, проводится проверка. Как позже выяснилось, автомобиль принадлежит Росгвардии. Ведомстве это подтвердили и сообщили, что в настоящий момент идет служебная проверка. Возбуждено уголовное дело и при установлении вины водителя он будет уволен по отрицательным мотивам. В следующем субботнем днем в Нижнем Бестяхе Тойота Ипсум при повороте не уступила дорогу в Тойоте Харьер. В результате жесткого удара оба автомобиля перевернулись. Ипсум вылетел в кувет. В результате ДТП водителя и 55-летнюю женщину пассажира Ипсума с тяжелыми травмами головы в состоянии комы увезли в реанимацию. Водитель другой иномарки также был госпитализирован. Его пассажиры отделались незначительными ушибами. А свидетельствование мужчины, находившегося за рулем Харьера, не выявило факта употребления им алкогольных напитков. Состояние пострадавшего водителя установит экспертиза. В тот же вечер в Якутске на перекрестке улиц Каландрашвили и Белинского Митсубиши Кантер выскочил на красный и влетел в проезжающую Тойоту премию службы такси. От удара грузовичок лег на бок. Водитель не пострадал. А вот таксист получил переломы. Девочка-пассажир благодаря ремням безопасности отделалась ушибами. Со слов водителя Кантера, проезжая перекресток улицы Каландрашвили и Белинского, он не заметил движущийся по улице Каландрашвили со стороны проспекта Ленина автомобиль, в результате чего совершил столкновение. Проведенное медицинское свидетельствование не выявило фактов употребления алкогольных напитков у водителей. И вот буквально через 15 минут после предыдущего ДТП в селе Огород Таху у Салданского луса на прямом участке дороги пьяный водитель Тойоты Гайи влетел в группу школьников, возвращавшихся с дискотеки. В результате ДТП погиб 15-летний ученик местной школы. Освидетельствование, проведенное при помощи технического средства алкотест, выявил у водителя алкогольное опьянение. Результат показал 0,92 мг на литр. Это эквивалентно целой бутылке водки. Всего же в ДТП пострадало семеро детей. Все они были доставлены в районную больницу по путным транспортом. В настоящий момент в отделении находятся трое детей, остальные были ранее выписаны. Состояние пациентов оцениваем как средней тяжести. В ближайшее время планируем перевезти одного ребенка в медцентр. В ГИБДД подчеркивают, что на месте происшествия отсутствовало уличное освещение и дети были одеты в темную одежду. Что в свою очередь, возможно, явилось одной из сопутствующих причин ДТП. Между тем, с начала года на дорогах республики произошло уже 126 ДТП по вине пьяных и задержано 6,5 тысяч водителей в состоянии АО. 6,5 тысяч потенциальных убийц. Сколько же нужно загубить человеческой жизнью, чтобы остановить вас, уважаемые водители, и заставить задуматься? Виталий Абрамов, Екатерина Захарова и Евгений Рязанский, НВК Саха, Якутск, Уселданский, УЛУС.